Мы всё время изучаем, и отрывок, который мы первые читали сегодня с утра, о том, что помехи приходят на нашу попытку объединиться, то есть на процессы объединения. После этого приходит помеха. Я услышал, как вы сказали, что я должен найти помехи и сделать это внутри или при помощи десятки. Правильно я услышал, что значит активно искать помехи, если их нету при помощи десятки. Значит ли это? Я стараюсь быть соединённым с десяткой как можно больше. Я смотрю на других, насколько они объединены между собой, и я вижу, что я не как они. Я не могу, насколько, включить своё сердце, своё внутреннее желание быть объединённым с ними. Нет у меня настолько внутреннего раскрытия по отношению к ним. Я всегда воспринимаю все эти вещи в виде разума, а они больше в виде чувства. я больше склоняюсь к учёбе, а не к тому, чтобы почувствовать. Есть в целом два вида людей. Эти более склоняются к разуму, а эти — к сердцу. То, что называется разум и сердце. Моха и Либа у нас в Кабале. А здесь мы должны перевести себя к форме сердца, к связи сердечной. Есть такие, которые находятся способными к этой связи в сердце. А есть те, кто более способны к связи в разуме, в логике, в знании, понимании. Но мы в целом должны пробуждать связь. Значит ли это, что если не возникают помехи, то мы не движемся, то не происходит вот этого духовного объединения? Это точно. Что если нет помех, мы не продвигаемся. Помехами называется, когда раскрываются разбитые новые килим, когда все находятся в вскрытии. И они не раскрываются. Они не поднимаются в наши ощущения, не поднимаются в наше понимание. И это проблема. Поэтому, насколько мы стараемся быть связанными друг с другом как можно сильнее, в десятке, мы благодаря этому пробуждаем эти килим разбитые, чтобы подняться к исправлению. И тогда, благодаря этому, мы вызываем ускорение времени, ускорение исправления. То есть, даже если нет у меня ни в чувстве, ни в разуме, никаких помех, я как бы нахожусь в хорошем состоянии. Ничего не происходит. Я должен понять, что это не происходит ничего, потому что мы не пробуждаем разбитые килим, чтобы они раскрылись. А пробудить их мы можем только с помощью того, что мы будем выполнять какие-то механические, физические, формальные действия, когда мы соединяемся сильнее. И когда мы начнём это делать, начнём сильнее объединяться, вдруг мы начнём раскрывать, насколько мы не сравниваемся друг с другом, насколько мы вдруг находимся в распрях между нами, в непонимании между нами. И так мы раскроем помехи. Поэтому тут есть группы, которые чувствуют себя в порядке. Нет у них ни вопросов, ни резких выяснений. Они существуют нормально. Это не в порядке. Это признак того, что они не поднимают разбитые килим, потому что не совершают действий для того, чтобы пробудить килим, подняться и раскрыться. И поэтому, из-за отсутствия проблем, трений, которые есть между ними, они не могут продвигаться. Поэтому, насколько есть всё больше и больше помех в десятке, мы должны понять, что есть у них всё больше и больше возможностей исправить себя и подняться. И поэтому каждый раз мы должны идти как в левой линии, так и в правой. И не нужно быть больше в правой, но только для того, чтобы раскрыть хорошее состояние, что мы объединены, и снова упасть в левое состояние, ещё хуже, чем раньше. для того, чтобы снова начать из него выстраивать себя объединёнными, хорошо, правильно, и прийти к правой. И снова от правой только одно мгновение, нужно там быть и снова упасть в левую. И так мы должны продвигаться. И не бояться, что мы находимся в состоянии конфликта, распри, неважно. Это раскрытие разбитых килим, когда изначально перед нами, перед сотворением, они были разбиты. Творец создал Адама Решона, разбил его, а затем мы начинаем работать с частями этого разбиения. То есть с каждой частью, которую он разбил, дал ему понимание, ощущение, возможность почувствовать себя самостоятельным человеком этого мира, пока мы не соединяемся между собой в духовном виде. То есть если мне кажется, что мы сделали всё правильное действие по объединению и нам сейчас всё хорошо, то это не признак достижения Творца, это признак обеспокоенности, что я должен обеспокоиться. Да, ты должен, если всё в порядке, ты должен быть очень обеспокоен, почему не раскрывается разбитое состояние, ещё более худшее, чем раньше. И тогда, когда не раскрывается, ты должен радоваться, а, есть у меня новая ступень, я удостоился сейчас вместо работы. Но при этом важный момент, я сам не создаю помехи, потому что мы проходили через состояние, когда товарищи специально начинали создавать помехи, считая, что это подтолкнёт группу к духовному движению. Нет, это не очень. Есть иногда такие средства, но это нехорошо, это нехорошо, это искусственно, это не продвигает нас настолько в пути, это пробуждает нас, сдвигает нас, иногда выводит нас из точки безразличия, равнодушия, но не то, чтобы продвигало, потому что не мы должны формировать разбитое состояние, мы их не понимаем. Когда они на самом деле приходят, это что-то свыше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова